добрый день хотела бы сегодня воскресенье выходной день голосом проговорить собственно потому что планирую запускать интенсив победить тревогу много вопросов приходит в директ и это понимаю что лучше проговорить так будет понятнее через неделю в понедельник я так надеюсь что все получится и я начну интенсив чтобы справиться со своим тревожным расстройством очень долго готовилась наверное даже слишком тут мой перфекционизм не помог вот но я пыталась так собрать информацию чтобы она была понятна человеку в общем то так было бы наверное понятно мне если бы я в свое время наткнулась на такой курс так было бы понятно мой так понятно моим клиентам которые находятся у меня в терапии это те знания то понимание та информация которая необходима для того чтобы справляться с тем или иным тревожным расстройством этой может быть генерализованное тревожное расстройство панические атаки и паническое расстройство до повторяющиеся панические атаки всем привет это欲 sizino компульсивное расстройство очень-то все виды и Есть три категории, скажем так, клиентов, в кавычках, для психотерапии. Первый — это те, которые находятся в жутком сопротивлении, которые саботируют и говорят, что «да что нам, ваша психотерапия, мы всё сами знаем, сами разберёмся, мы умные, всё в курсе, и вообще какая тут психотерапия, вообще психология, бред какой-то, медицинская какая-то модель, не знаю, скажем так». Олечка, я сегодня сама, а мы с вами выйдем в прямой эфир отдельно, может быть, даже завтра спишемся, сейчас об этом тоже проговорю. Старт, в общем-то, объявлен был, и за неделю очень много пришло людей, кто зарегистрировался, спасибо вам за доверие, за интерес. Я хочу сказать, что продажи открыты, уже кто-то даже приобрёл, и так технически сложилось, что, в общем-то, открылась лекция первая, и, в общем-то, я уже получаю первую обратную связь, что супер, класс, интересно, то есть такой лёгкий бонус для тех, кто заранее приобрёл. У нас есть ещё неделя, но я рекомендую в связи с тем, что это, во-первых, первый поток, первый курс, во-вторых, буду вести лично я его, то есть не будут вопросы, ответы, это всё, в общем-то, буду делать я, прямая обратная связь от меня, а не от моих помощников, я имею в виду в плане самого процесса работы на интенсиве. Поэтому, конечно же, мой ресурс весьма ограничен, то есть я не смогу огромное количество людей охватить, просто качество от этого будет страдать, а я за то, чтобы качество было на хорошем уровне. Я не за количество, как вы знаете, а за качество, поэтому количество мест, естественно, будет ограничено, и, в общем-то, те, кто чем раньше оплатит, тот будет иметь гарантированное участие в этом интенсиве. Я всегда говорю о том, что первая группа, где я преподавала в роли ассистента кафедры, это были любимые, первая закрытая группа мой марафон, это те, это как дети, до сих пор тёплая нежная связь сохраняется. И сейчас первая группа, первый поток, конечно же, я выложусь, потому что я этим горю, мне очень хочется дать эту информацию, помочь раскрыть эту тему, поэтому я рекомендую попасть на этот поток. И понятно, что сейчас конец года, все заняты, вернее, наоборот, конец года никто не замечает, все заняты новостями про коронавирус, понятно, что мы все возбуждены, и от этого тоже растет наша тревога, но всё-таки дайте себе шанс. Остаётся последний месяц, по сути, перед Новым годом, и за этот месяц можно получить ту необходимую информацию для того, чтобы в Новый год пойти более спокойным и с пониманием того, что нужно делать, чтобы справляться со своей тревогой, что качество жизни может улучшиться. Поэтому такой вот последний месяц в преддверии Нового года, я думаю, что стоит сделать себе подарок, это будет очень важно. Я объясню, почему кто-то пишет, почему 4 недели, почему так долго. Ну, кому-то долго, кому-то коротко. Вот проведём прямой эфир с Ольгой, которая вчера прислала мне отзыв и даже разрешила себя опубликовать, и в отзывах видно, кто это. Да, вот Олечка машет. Она предложила выйти в прямой эфир и рассказать, как это бывает. Оля была в личной терапии у меня, она пришла. В общем, я сейчас не буду рассказывать эту историю, я предлагаю этому посвятить отдельный прямой эфир. Просто хочется сказать про то, что краткосрочная терапия считается 10-12 сессий. И некоторые так хотят ускорить этот процесс, что а можно каждый день. То есть можно 12 сессий, это по сути 12 недель, да. Это так хороших 3 месяца, да, по 4 недели, если так взять. То есть 3 месяца краткосрочная терапия, либо 12 дней. Хотя те же 12 сессий, по сути, те же 12 часов терапии. Но это не то же самое. Я выбрала формат 4 недель, потому что так устроен наш мозг, так устроена наша нейрофизиология. Что только с 21 дня мы начинаем при регулярном повторении осваивать новую привычку. Так вот мы так устроены. То есть где-то с 7 дня регулярного повторения у нас начинают формироваться первые нейронные связи. Они очень слабые, поэтому старые схемы, конечно, возьмут свое. Поэтому все эти трехдневные марафоны, четырехдневные, это все, конечно, очень зыбко и кратковременно. То есть это все на уровне такого мотивационного пинка под зад, но не закрепление. К 21 дню считается, что наши нейроны хоть вновь накреативлены, хоть как-то формируют привычку такую. В общем-то, более-менее цепко так держатся друг за друга. И при дальнейшем повторении 3 месяца и полугода мы получаем хороший стойкий результат. Но 21 день — это то необходимое время, когда мы только, по сути, формируем какое-то начало этой новой истории, новых нейронных связей. Поэтому формат 4 недель, чтобы был эффект поддержки, чтобы был эффект того, что можно получить обратную связь, можно задать те необходимые вопросы. А они точно будут, потому что только пробуем и понимаем в процессе, что непонятно. То есть только тренируя что-то, ты начинаешь понимать, что тебе непонятно. И уже тогда появляются конкретные вопросы. Да, привет, привет. Вот, это вопрос, почему 4 недели? Почему я вообще решила создать этот курс? В общем-то, вопрос никто особо не задаёт. Ну, многие сегодня настроены на то, что ну как? Ну, в общем, это же монетизирование, это зарабатывание. Ну, скажу честно, я не бизнесмен. И, наверное, по моему блогу видно, что я больше врач. Даже когда видео записывали, видеооператор сказал, он говорит, «Вы, конечно, лечить умеете». Ну, слушай, он же слышал, что я записываю. А, говорит, а продавать себя не умеете. Ну, это правда. Но, по сути, курс я этот записала с одной целью. Идея у меня родилась в начале года, когда пошла такая, скажем, история с прямыми эфирами. Я провела один, второй, третий и получила обратную связь. Эта обратная связь была даже от моих коллег. Кто-то из них даже пришёл ко мне в терапию. Причём это люди, которые уже много лет работают. С кем-то я на каких-то этапах училась. И это была обратная связь в виде того, что, боже, ты такую информацию дала? Обалдеть! Я год мучаюсь, а оказывается, это дереализация. У меня кружится голова, не могу понять, что. Уже перепила все магнии B6, прообходила всех неврологов, и не могу понять, что со мной. Кто-то писал, что, да не могу понять, что за ком в горле. Вот просто давит, и всё. Уже тысячу раз делала эту фиброгастроскопию. И в какой-то момент меня очень удивляла такая обратная связь, потому что вроде как я с лёгкостью рассказываю это. Мне кажется, это такие понятные вещи. И в какой-то момент у меня пришла мысль о том, что я часто обесцениваю те знания, которые есть. И, наверное, мне кажется, что если я это тысячный раз уже говорю, то я это знаю не просто наизусть. У меня разбуди ночью, в темноте я это расскажу как стих. И мне кажется, что это такие понятные вещи. В какой-то момент, я помню, у меня такой инсайт пришёл, что я рассказываю это тысячный раз, и мне это понятно. Но это не значит, что это понятно другим людям. И я начинаю обесценивать эту информацию. Я подумала о том, что рассказывай так ещё год, одно и то же. Появляется, то есть что-то будет выпадать, что-то уже будет неинтересно. Через, по-моему, полгода я посмотрела какой-то из своих прямых эфиров и думаю, о, слушай, а я вообще такие классные вещи рассказываю. То есть сейчас мне кажется, что вот это уже и так понятно по определению. И я поняла, что если я не запишу это всё, не систематизирую, то, возможно, в какой-то момент я просто буду к этому относиться, как банальные вещи, которые ясные, понятные, и буду упускать вот этот механизм, как рассказать, как донести информацию, чтобы она была понятна. Именно поэтому я решила в какой-то момент записать это. Ну и ещё один момент, который тоже подтолкнул меня. То есть с одной стороны я поняла, что информация полезна, а с другой стороны я поняла, что даже бывают такие дни, когда, ну такие, знаете, как закон парных случаев, когда приходят два похожих клиента с похожей проблемой, и ты рассказываешь две, а то и три сессии приблизительно одно и то же, вот всё, что есть в курсе. И на самом деле это не очень интересно. То есть хочется развиваться, читать, идти дальше, учиться. Знаний очень много. А получается, что ты всё время обсуждаешь вот этот базис, на который ещё огромное количество можно сверху надстроек сделать. И тогда я поняла, что, ну стоит, наверное, сделать какой-то базовый курс, потому что после которого человек придёт и сможет задать какие-то конкретные вопросы, конкретно интересующие его, получив вот этот вот базис, понимание основного, что с ним происходит, что с этим делать. И если что-то, применяя к себе, у него будет уже конкретный вопрос, ему не надо будет ходить 12 сессий психотерапии, достаточно прийти на несколько сессий для того, чтобы я донесла информацию конкретно, ну скажем так, да, посадила это платье конкретно под какого-то или костюм под конкретного человека, то есть объяснила какие-то недостающие детали, но не рассказывала опять с самого начала. Вот, собственно, что меня смотивировало, что рассказывать одно и то же, ну не очень интересно, лучше объяснять, разъяснять какие-то конкретные вещи. И рассказывать одно и то же, кажется, что, в общем-то, это и так всем понятно, и зачем тогда рассказывать. Ну вот, если понятно, да, моя идея, теперь хочется сказать несколько слов по поводу того, тоже, наверное, это тоже спровоцировало, тоже было таким мотивационным моментом, потому что я вам сейчас даже пример приведу. Есть три категории, скажем так, клиентов, в кавычках, да, для психотерапии. Первые – это те, которые находятся в жутком сопротивлении, которые саботируют и говорят, что да что нам, ваша психотерапия, мы всё сами знаем, сами разберёмся, мы умные, всё в курсе. И вообще какая тут психотерапия, вообще психология, бред какой-то, медицинская какая-то модель, не знаю, там, сглазили, ветром надуло, ретроградный Меркурий не в том доме оказался, это меня начальник, значит, провоцирует, бесит, злит, это там, не знаю, муж, в общем, не тот попался и так далее. То есть кто-то виноват, но не я, но идти и делать ничего не буду. Я вас прекрасно понимаю, кто находится в таком состоянии, сама такой была. Я даже помню, что когда-то мой знакомый записал меня на сессию, я неделю дождалась своего времени, и за день до этого я выписалась, подумав, ну что мне, врачу, скажет психолог, ну бред какой-то. Ну, возможно, я не помню сейчас уже тогда, какой это был психотерапия, психолог, это был не врач, это был точно психолог. Я не помню тогда, какое направление, возможно, это гуманистическая психотерапия, возможно, гештальтерапия, я не знаю. И, возможно, тогда оно бы мне не сильно-то и помогло, потому что, ну, в общем-то, тревожные расстройства — это удел когнитивно-поведенческой терапии, потому что, ну, правда, золотой стандарт, это не я придумала, не потому что я хвалю, ну, скажем так, пулик хвалит своё болото, но какие-то, в общем-то, научно обоснованные вещи об этом говорят. Но я выписалась, поняв, что зачем мне, что она мне, кандидату наук в врачу, скажет про моё здоровье. Ну, конечно, это медицина, ну, какая психология? Ну, голова кружится, земля под ногами шатается, плохо, стою в состоянии такого как будто бы опьянения. Ну, что она мне такого гениального скажет? Я, конечно, выписалась. То есть вот это вот сопротивление, которое не дало мне пойти на терапию, прекрасно понимаю, осознаю. То есть надо было ещё страдануть, ещё войти в это состояние, осознать, в общем-то, наверное, походить по граблям медицины, поискать врача и осознать, что ни пилюльки не помогают. Ну, в общем, историю моего невроза. И так можете прочитать, думаю, что многие из вас знают. Вторая категория клиентов – это те, которые хотят, понимают, что нужна психотерапия, но они хотят на этом, скажем, мягко сэкономить. Тоже понимаю, потому что, ну, вот, как бы, ну, что там? Вот сейчас, смотри, какой информационный поток зашёл. Такие люди подписываются на 150 тысяч психологов, значит, сёрфят их интернет, задают им вопросы и пытаются найти… Добрый вечер, да. Пытаются найти какое-то такое решение, такое простое и лёгкое решение, какую-то волшебную пилюльку, волшебную технику, которую они сейчас применят, и им, конечно же, станет легче. То есть зачем на это тратить деньги, если вот, пожалуйста, такое большое море интернета, ныряй, купайся, кайфуй, пожалуйста, куча информации, но, к сожалению, тревожные расстройства ведут себя немножко по-другому. Тревожный мозг будет выхватывать из контекста тревожную информацию, и, к сожалению, тут как ни крути, это как лечиться у двух кардиологов одновременно, это могут быть самые крутые специалисты, но схемы лечения, подходы будут разные. И надо быть очень грамотным третьим кардиологом, чтобы выбрать из двух схем одну, а, возможно, вообще она и не получится такая сводная. Это как сидеть на двух стульях. А что же говорить, если пытается человеку сидеть на 50, а то уж на 100 стульях, используя разную информацию. И это только даёт, к сожалению, дополнительный уровень тревоги, приводит к унынию, потому что человек, сколько я не пробую, сколько я не стараюсь, ничего не получается, ерунда ваша психология, разочаровывается, начинает идти по новому кругу. А может, врачи какие-то попались, купившие дипломы в переходе, в общем-то, или учились в институте в каком-то ненормальном, и, в общем-то, сами неграмотные книги не читали, и опять начинают искать нормального врача с нормальной терапией. Ну, вот приблизительно такая категория. Понятно, что хочется сэкономить, тоже прекрасно понимаю, но с другой стороны, мы когда кушать продукты себе покупаем, мы всё-таки стараемся покупать более-менее качественные продукты. Мы стараемся выбирать более-менее качественную одежду, мы стараемся выбирать что-то более-менее качественное для себя. Так вот, для меня тоже было когда-то очень таким большим открытием, что вообще психотерапия может стоить денег. Я говорю сейчас про свою личную. потому что я в своё время тоже потратила приличную сумму. И скажу вам честно, однажды ко мне пришла в терапию девушка, она не обладала. Я ещё была начинающим специалистом, как бы доступна была, скажем, более доступна по цене. И потом, когда я решила поднять цены, незначительно, я ей озвучила, и меня очень удивил её ответ. Я понимала, где-то я ждала, что он скажет, вы знаете, я не потяну, потому что у меня нет возможности. Но она мне сказала, а она уже была такая, с большим пробегом по психотерапевтам. У неё были до этого, причём такие неудачные моменты, и она со мной достаточно быстро справилась со своей депрессией. То есть она видела эффект, видела, в общем-то, то воздействие. В общем, обратную связь, она чётко понимала от того, чем мы занимаемся. И она мне сказала, она говорит, вы знаете, мне когда-то моя психолог сказала, что это вас мотивирует пойти на работу, заработать деньги, ведь я же тоже, говорит, хожу сюда на работу, и здесь зарабатываю деньги. Мне тоже хотелось всем рассказать, как тяжело жить в этом мире. Она говорит, ничего, вы знаете, а я подумала, что мне стало легче, и пойду на работу, и буду оплачивать более дорогие сессии. Ну, это было первые, наверное, полгода моей работы. Я запомнила, видите, прошло столько лет, а я это помню, и это действительно так, потому что клиент с радостью переложит проблемы свои на терапевта, скажет, у меня нет столько денег вам платить, давайте двигайтесь вы, я не буду двигаться, активничать. Но это тоже часть терапии, когда человек берёт на себя ответственность, понимает, что это то, что я выбираю, это то, что мне надо, и когда ты понимаешь, ради чего, ты готов победить любые как. Выйти на работу, попросить у начальника повышение зарплаты, для того, чтобы посещать более грамотного и того специалиста, которого ты хочешь. Я не говорю, что грамотный, ну, в общем, понятно, да, тут вопрос не в эквиваленте, а в том, что хорошее стоит дорого, то есть невозможно купить, я не знаю, Мерседес за очень дёшево, что-то будет с подвохом, либо с машиной что-то не то, вот, либо вас просто хотят обмануть, в общем, как-то так. Вот Ольга пишет, когда есть результат, то не жалко денег. Да, но сначала же все же тогда будут, это же будет вызывать дополнительную тревогу, а будет ли результат? И тогда к нему путь будет длиннее, нежели чем человек просто расслабляется, доверяет и идёт, потому что у него уже возникает тревога и ожидание, а вдруг не будет результата. Негативное предсказание будущего никуда же не девается, а приходит человек не с прокаченным мышлением. Поэтому важно понять, что, в общем-то, придётся, если вы хотите, за хорошее качество жизни придётся побороться, да, и включиться, подумать, как я могу это сделать, как я могу достичь. Кому-то не хватает, допустим, средств ходить раз в неделю, но я вам честно скажу, что эти люди тоже достигают хороших результатов, они очень много делают самостоятельной работы, они выполняют всё, что я проговариваю, они переслушивают сессии и получают результат. То есть на самом деле очень важно такое участие, скажем, самого клиента. Это необходимый такой момент. И третья категория людей, это я так долго рассказывала про вторую категорию, это те, кто понимает, кто уже попробовал медицину с разных сторон, кто понял, что нужна, в общем-то, психологическая работа, работа над мышлением и так далее. И тут, пожалуйста, в помощь различные виды, скажем так, подходы. Понятно, что такое личная терапия, это всё понятно. Класс. Я начальник, пожалуйста, не просите повышения зарплат. У нас начальников тоже неврозы есть. Ну почему же? Вы тогда, знаете, надо не меньше тратить, надо больше зарабатывать. Вы вот тогда делитесь, делегируйте полномочия своим коллегам и говорите, конечно, если общий результат будет расти, вообще не проблема. Мы все, я согласен, зарабатывать компанией много и с этого много делить, давать больше вам зарплаты. Поэтому давайте, ребята, не будем нести сюда свои домашние проблемы. Включайтесь, работаем все за одно дело. И чем больше компания заработает, тем будет круче каждому из нас. Это тоже нормальный, вообще, скажем так, нормальный подход. Так, я вернусь к третьей категории. Это те, кто ищут эту помощь и по разным причинам получают или не получают ту или иную помощь, да, психологическую. Так вот, помощь может быть индивидуальная. Я сейчас к вопросам вернусь. Сейчас я просто вот уже практически заканчиваю. Индивидуальная, понятно, что это когда он обратился, проговорили, решили и так далее, то есть как бы индивидуально подстроенная под клиента. Но ее можно сократить, эту индивидуальную работу, потому что у хорошего специалиста это, в общем-то, достаточно дорого. Часто бывает хороший подход групповая. И еще скажу, что групповая терапия, она на самом деле это как изучать английский. Можно с учителем один на один, а можно заниматься в группе. И вот тут, конечно, в группе тоже есть польза в том, что первый инсайт, который получают от группы, это я говорю своего опыта из того, что вели группы различные. Первое – это ощущение вот этой среды. То есть, есть очень мощная поддержка. Это особенно хорошо тем, кому она нужна. Потому что мы все в разных условиях. считается, что успешная терапия – это мотивация. Артур Фримен учил так, что это М плюс С плюс С. М – это мотивация. Первое С – это skills, навык, который получает от терапевта. А второе С – это support, это поддержка. И часто приходит в терапию клиентка, например, у которой сильно пьющий муж, который ее не поддерживает. Вот эту поддержку она может найти в группе. Понятно, что в терапевте, но она может ее найти в группе, потому что есть какая-то обратная связь, есть переписка в плане проработки, побед и так далее. Что касается того, что все-таки группа имеет смысл. Потом второй момент – это когда мы видим, когда мы видим, что есть такие же проблемы у других людей. Иногда мы даже видим, что проблемы бывают побольше, и люди с этим справляются. Это тоже, в общем-то, дает понимание, что и так бывает, и так можно, что проблема не уникальна, как кажется каждому находящемуся в тревожном расстройстве. И движение вперед, такой заряд других, мы отзеркаливаем, по сути так, зеркальными нейронами. Не, но если кто-то смог выйти, значит и я смогу. А если кто-то смог пойти, не знаю, проработать свой какой-то социальный стейт или агорофобию, и я смогу. Вот это тоже очень важно, поэтому я считаю, что сравнивать групповое, индивидуальное – это, скажем так, параллельные вещи, полезные. И если что-то не удалось разобрать в группе, то всегда можно добить какими-то конкретными вопросами уже в личной терапии. Поэтому я рекомендую настоятельно тех, кто испытывает тревогу, воспользоваться вот этим временем для того, чтобы приблизиться к своей победе над своей тревогой, в каком бы она проявлении ни было. Я честно, искренне делюсь в курсе информации, не скрывая, так как я это делаю в личной терапии, так как это действительно помогает, ну, по-моему, вы видите по моим эфирам, я всегда отговорю откровенно, не дая какую-то там сакральную информацию, без которой человек не сможет. И, конечно, только ваше огромное желание, которое будет применяться к той информации, которую вы будете получать. Будет теоретический блок, вот Владимир пишет, да, поддерживаю про марафон и поддержку в Телеграме. Сейчас я вернусь к этому, Владимир был в моей закрытой группе в Инстаграме, активный участник, большой молодец. И вот, да, в общем-то, вся группа такая была очень активная. У нас было тогда, по-моему, 36 человек, много достаточно. И действительно, очень круто. Такая семейная, домашняя обстановка была очень замечательна. Вот реальный человек, реальная обратная связь. Поэтому важный момент того, что есть теоретическая часть, понятно, она очень важна, потому что проводить какой-то диспут или объяснять себе, когда у вас вылетает сердце из груди, очень сложно, проводя диспут на том же уровне, на котором этот страх, в общем-то, возник. Нужна какая-то дополнительная информация. Нужно понимать. И в курсе это всё будет. Но и будет практический блок, в котором я лично в моём исполнении, так как я считаю, я собрала из всех школ, которые, в общем-то, были в моей жизни, в школе КПТ, имею в виду, потому что каждый немножко преподает по-разному. Упражнения записала в своём исполнении. От вас требуется просто ежедневно сесть, включить и прогнать, и сделать это, вот смотри на меня, делай, как я. Ничего более. Одеть наушники, сделать медитацию, я всё говорю в уши, не перепутаешь, ничего не собьёшься. В общем-то, все те необходимые упражнения, они не просто описаны текстом, бывает непонятно, как. Смотри, делай, повторяй, всё просто. Я делала это таки... Почему? Потому что когда-то я пришла к психотерапевту, это была доктор, сейчас мы дружим, моя коллега. И мне назначил врач-антидепрессант. Я помню, тогда я их пила третий день. Я пришла к ней, ну тогда вообще не понимала, что это такое, это ещё вообще, я даже не описываю это в истории невроза. Я пришла к ней, она говорит, в общем-то, она грамотную вещь сказала, она говорит, да не нужны вам таблетки, не пейте ничего, начинайте делать медитации. Ну, вопрос был, как в анекдоте с кошкой, с мышами, что, ребята, кот жрёт нашего брата, что будем делать? Старейшина выходит и говорит, давайте повесим колокольчик коту на шее. Все кликуют, радуются, он будет идти, мы будем слышать. И маленький мышонок выходит, говорит, у меня один вопрос, а как и кто повесит коту колокольчик? Ну, вот здесь такой же был вопрос. Я счастливая ушла домой, думаю, боже, всё, начну делать медитации. Да, конечно, именно так и получилось. Я пришла, включила, ввела в интернете, а тогда близко этого не было. Ну, сейчас можно утонуть в этом море, непонятно, какую медитацию делать, чакры прочищать, значит, нимф натирать, ещё что-то делать, но на самом деле важно понимать, вот что я делаю пошагово, шаг за шагом, для того, чтобы прийти к хорошему результату. Спокойно, с пониманием, когда нам понятно, у нас, собственно, и не возникает тревоги. Потому что, когда непонятно, непонятно, что с этим делать, мы начинаем очень сильно нервничать. Это как, допустим, женщина идёт в роды, вот ей понятно, что будет после этого. То есть она понимает, что где-то по дороге страшно, что-то там будет, может быть, дискомфортно, но в итоге получу ребёнка, такое счастье, ради которого, в общем-то, иду в этот процесс. А когда непонятно, и непонятно, что получишь в конце, и вообще куда идёшь, и туда ли идёшь. Вот тут становится, как бы я понимаю, что становится очень страшно. Поэтому, сейчас посмотрю, тут был вопрос по поводу телеграм-канала. Будет, да. В марафоне, в телеграм-канале была, а, в марафоне, да, это в прошлом марафоне, была в телеграм-канале мощная поддержка. Да, поддержка, я записывала видео, честно скажу. То есть, конечно, больше было в этом марафоне, чем я анонсировала до него, потому что мне самой хотелось, я включалась голосом, видео, какие-то дополнительные домашние задания давала. для тех, кто, кстати, по поводу интенсива, для тех, кто, ну, у кого выражена социальная тревожность, очень рекомендую поучаствовать, брать пакет с мини-группами. Будет возможность как раз эту тревожность проработать. Поймите правильно, лучше пройти это сейчас и получить дальнейшее качество жизни, в общем-то, расслабленное и спокойное, чем жить с этой тревожностью социальной, я имею в виду, её ветром не сдует, она сама никуда не отвалится, поэтому очень важно с этим что-то делать. И лучше это делать в группе единомышленников первые шаги. И вот ребята, которые пишут, что мощная была поддержка, они подтвердят мои слова, что те, кто действительно стеснялись, к концу, в общем-то, многие, ну, честно, я просто не могу многие тут могут просматривать, чтобы никакой не было лишней информации, люди могут сами сказать, я со своей стороны информацию не выдаю. Но точно могу сказать, что социальная тревожность была побеждена в тех вариантах, где было заявлено как запрос. Кто-то, кто вообще не выходил на улицу, вышел. Ну, в общем, хорошие были очень результаты. Действительно, месяц пролетел, ребята не хотели расставаться, просили, чтобы я продлила группу, но вот как бы просто совпало с отпуском, и поэтому мы прервались, но тем не менее связь не теряется. Так, посмотрю, какие были вопросы. Вы пишите, что вы еще хотите. Очень грамотная, вы трудолюбивая, легко и доступно переваривается то, что вы... Я просто на белом фоне плохо видно. Говорите, источник ваших знаний очень интересный. Спасибо большое, мне очень приятно. Да, я на самом деле стараюсь не говорить какими-то сложными медицинскими терминами, потому что, ну, тут же важно не просто мне понимать, да, то есть я-то и понятно, раз я это рассказываю, я это понимаю. Мне важно, чтобы вам это было понятно, и нет цели показать уровень или глубину каких-то своих знаний, завалить вас терминами и потешить свое самолюбие от того, что вы обалдеете. Сколько стоит консультация у меня индивидуальная? Ну, смотрите, ребята, у меня практически до конца года расписаны все индивидуальные окна, поэтому я предлагаю вам как вариант, если вы хотите проработать, попадая на курс, у вас будет возможность после этого попасть ко мне в личную терапию. Пока, к сожалению, очень плотный график. Так, начальник, это я читала. Да, и еще я хотела сказать, вот, это сопротивление, когда ищешь много способов или врачей. Это может быть, ну, сопротивление в виде отвлечения, то есть я потеряла в лесу, а ищу под фонарем, и я сейчас еще найду какой-то способ или какого-то врача, а на самом деле, я просто знаю, кто пишет, а на самом деле я не решаю основную проблему, проблема в другом. но просто решение этой проблемы в голове уже понятно, но и не хочется. Такое бывает, и в этом будет сопротивление. Найду-ка я другого специалиста, найду-ка я другой способ. А способ один, работать с причиной, а не со следствием, потому что поиск какого-то способа, это решит следствие, а причина остается. так. Ну, вроде бы, вроде бы ничего такого я не пропустила. Сейчас я посмотрю. Вот, сегодня проплыл километр на море и не жужу. Холодная вода очень хороша для очищения, прочищения мозгов. Ну, конечно, своего рода медитация в действии, то есть вы чувствуете тело, вы чувствуете телом то, что как вода холодная вас окутывает, вы сосредоточены на плавании, замечательно. Во время ПА все знания куда-то улетают, умирая по три раза в неделю, ненавижу себя за это, и похандричка жуткая, кажется, этому не будет конца. Да, вот тут вот как раз Ольга пишет, что пишите копинг-карт, то есть опирайтесь, посмотрите, мы прошлый эфир, я об этом рассказывала, не буду сейчас то же самое говорить, в прошлом эфире мы проговаривали это. Можно в мини-группах озвучивать и разбирать свои вопросы, то, что волнует. Нужно в мини-группах озвучивать свои вопросы и разбирать, что волнует. Будет четыре недели, будет помимо общего потока, да, где можно задавать вопросы. Мини-группа это такая более камерная обстановка, где я с ребятами группы буду разбирать конкретные вопросы, давать конкретные ответы, ну, такой, скажем, мини-консультация. Часто вопросы похожи, поэтому полезно даже услышать, кто как разбирает, ну, кто что спрашивает, потому что вопросы, на самом деле, это каждому кажется, у меня свой вопрос. Ну, нет. Вот когда мы в ходе моего марафона разбирали, подняли вопрос мамы и свекрови, однажды мамы, однажды свекрови, ну, поверьте, узнаю сестру Катю, Таню, в общем, Вику и так далее, и таких было очень много, всё повторялось, и каждый находил себя, и это была информация полезна для всех. Видно было по обратной связи, я видела лица, поэтому вот нужно будет озвучивать то, что волнует. Для тех, кто очень тревожится, что его увидят, можно поначалу без видео, но, в общем, постараемся даже на первой встрече проработать для того, чтобы всё-таки справляться со своей социальной тревожностью, что никто не съест и получить обратную связь от группы. Так, каждый раз, как первая научилась, да, это про панические атаки. Ой, класс, я хочу, как оплатить участие. А вы регистрируетесь в шапке профиля, заходите в, у меня, заполняйте форму. Вам придёт письмо, и если что-то непонятно, ну, пишите или мне в директ, или, в общем-то, с техподдержки вам подскажут, помогут. Там уже, кстати, присоединили кнопку продаж и перевели, потому что была какая-то техническая история, там, рублей, гривна. в общем, это всё, уже этот вопрос решён. Если что-то не получится, то пишите, либо ещё расскажу, что техподдержки, они вам пришлют письмо после регистрации, уже с ними общение. Тренинг со следующего понедельника, с 23 ноября. Да, вот Оля помогает. Спасибо. Я хотела вот ещё что сказать. Я хотела сказать такую... Вот, да, смотрите, у меня в день приходит порядка 50 сообщений в директ. Вот это я хотела вам зачитать и просто показать, что... Да. Вот к той группе, которые хотят... Вторая категория, да, клиентов, как я говорю, которые ищут ответы, простые ответы на сложные вопросы или простые быстрые решения, которых, в общем-то, в тревожном расстройстве ну не так легко найти и вряд ли... И вряд ли это... Нет, вы дослушайте, а потом уже идите покупать. Пошло покупать участие. Подождите, не торопитесь. Дослушайте, давайте я расскажу, а потом уже я буквально ещё немножко взаиму вашего времени. Потому что для тех, кто хочет найти простое и быстрое решение, его не будет, потому что вы суетитесь, вы тревожитесь. И иногда даже задавая сам вопрос, в этом вопросе уже море тревоги, непонятно, кто к вам как ответит. И, ну вот, например, вот буквально вчера была история, скажите, пожалуйста, флоксетин влияет на сердце, если его принимать пять месяцев? Вот скажите мне честно, как я могу ответить на такой вопрос? Вот если этот вопрос будет, допустим, в рамках курса, то я думаю, что посмотрев даже первую лекцию, у человека этот вопрос отпадёт. Но если он останется, то, конечно, у меня будет возможность задать голосом вопрос, как что-то уточнить. Вот ответ мой «да» или ответ мой «нет». К какому больному месту можно приложить? Вот, вот, серьёзно. Неужели кому-то это будет полезно? Скажите, пожалуйста, при выезде давление падает 90 на 60, лечить только антидепрессантами или есть другие варианты? Спасибо. И вот таких вот вопросов, вопросов 50, а то и больше в течение каждого дня. И вот поэтому я решила сделать курс, потому что не каждый сможет прийти ко мне в терапию, но это же человеку болит, ему же важно найти ответ на этот вопрос. Но ответить одним предложением не получится. Вот представьте, каждый день отвечать вот такое большое количество сообщений, ну это просто невозможно. Вот девушка написала, опять-таки, мне кажется, даже она сейчас смотрит нас, написала, что, как вы считаете, есть ли смысл это под постом, по-моему, это уже вчера был вопрос, пить миксидол и магнелис, если всё равно улучшения не чувствуешь, а вот только живот разболелся и высыпание на коже. Ну, как говорится, хорошо заданный вопрос, в ответе не нуждается, ответ уже сам, в общем-то, в самом вопросе, стоит ли, если результата нет, зачем тогда что-то пить, плюс ещё есть побочный эффект, желудок болит, от этого, не от этого, но зачем? А дальше ответ, что врач сказала пить миксидол, так как нехватка кислорода для мозга. И вот это понимание того, что человек не понимает нейрофизиологию стресса и как это происходит, и, ну я не знаю, так ли сказала врач, или так девушка её поняла, или действительно врач не сильно тоже в курсе и вникает, ну, знаешь, что миксидол никому не навредит, как витамин С, пропиши, точно хуже не будет, но что он даст, непонятно, что в момент стресса у нас как раз-таки повышается очень уровень кислорода за счёт того, что мы начинаем часто дышать, сердце прокачивает, я это уже рассказываю сто миллионный раз, мне кажется, что все об этом знают, и видите, когда задаётся такой вопрос, я понимаю, что оказывается нет, вот опять, да, вот такой вот мой внутренний инсайт, а цену, зайдите по ссылке, там всё указано по всем ценам, мы начинаем чаще дышать, для того, чтобы, по сути, эволюционная модель стресса, нам надо мобилизоваться, должно быть большое количество кислорода для работы мышц, а в первую очередь для работы головного мозга, нужна глюкоза, кислород, отсюда сердце начинает чаще стучать, прогоняя большее количество к крови через лёгкие, насыщая её кислородом, и, соответственно, мышцы наши не работают, мы же не бежим от саблезубого тигра, соответственно, головной мозг столько просто этого кислорода потребить на обдумывание, какую реакцию включали, бежать, сражаться, замереть, ему так много не надо, поэтому уровень кислорода повышается, продолговатому мозгу возникает, рецепторы ощущают это, высокий уровень кислорода, он вреден для, в первую очередь, для головного мозга, потому что это мощный окислитель, соответственно, что произойдёт, спазмируются, заблокируются бронхи, для того, чтобы мы не могли вдохнуть такое большое количество кислорода, воздуха, чтобы не повышать уровень кислорода, а наоборот, потому что упал СО2, кислорода много, нам надо выровнять газовый состав крови. Скажите мне, зачем в этот момент, когда и так много кислорода, мексидол, который и так повышает уровень кислорода? Ну вот, просто, может быть, я не понимаю чего-то, поэтому, когда вот такие вещи человек чётко понимает, а здесь ещё придёт на помощь гипервентиляционный синдром, когда вдохнуть не могу, доктор, я задыхаюсь, попробуйте, попробуйте задохнуться в этот момент с максимальным количеством кислорода, каким образом, то есть для чего-то ваш организм это сделал, и тогда, что надо сделать в этот момент, то есть вот такие вопросы, конечно, ответить под постом, да, или нет, или в директ, пейте, или не пейте, какое-то принесёт облегчение, тут же за этим вопросом в голове возникнет 133 других, а вместе с ними возникнет высокий уровень тревоги. Это маленький пример того, какое количество вопросов приходит в директ, и что тоже, в общем-то, побудило меня, ну, мне кажется, что это понятно, а оказывается, непонятно. Вот поэтому, если у вас возникают вопросы подобного уровня, что делать, что, как справиться, я вас прекрасно понимаю, это мега неприятное состояние, когда ты не понимаешь, что с этим делать. В своё время мне пришлось очень глубоко это изучить, что вот прям совсем не осталось никаких вопросов, вплоть до того, что, видите, я теперь стала психотерапевтом, прям мощно изучила из разных источников, от Джудит Бек и других мировых лидеров. Для того, чтобы понимать это, ну, прям вот очень хорошо, потому что я понимаю, что когда растёт тревога и мозг рисует фильм ужаса в голове, то только опора на реальные знания, медицинские факты помогут человеку как-то альтернативно, аргументированно ответить и удержаться в стороне от этой тревоги, вырвать себя из лап этой тревоги, потому что мозг будет рисовать страшные картины, но факты говорят о другом. И именно вот такой вот подход, когда тебе разложили всё по полочкам, когда ты понимаешь, что с тобой происходит, и ещё и знаешь, что делать, когда тебе тяжело дышать, а, у меня сейчас вот это, мне надо делать вот это, и ты это делаешь, получаешь обратную крутую связь, то тогда, конечно, тревога, ну, то есть ты начинаешь, по сути, берёшь бразды правления, и уже не тревога рулит тобой, а ты ей. я думаю, что донесла до вас информацию, я надеюсь, понятно, я вас все жду тем, кому необходимо, конечно, на курсе, когда я его буду второй раз проводить как в марафон, не знаю, вот, но до конца этого года, в общем-то, есть возможность получить ту помощь, которой вы нуждались, и я не могла вам предложить сейчас это то время. В ближайшее время проведу прямой эфир, может быть, завтра мы спишемся с Ольгой, она готова поделиться своей историей, история очень интересная, поверьте, это даже не история моего невроза, таких историй в моей голове клиентских немного, они есть, есть ещё интереснее, ну, тут как бы не будем, в общем-то, хвастаться, у кого интереснее история невроза, вот, но просто, почему я хочу показать, ну, спасибо Оле, что она согласилась вообще, да, показать такой живой пример, потому что написано, очень многие не хотят, допустим, видеоотзыв делать, очень многие стесняются, чтобы кто-то вообще узнал, некоторые мои клиенты даже боятся подписаться на меня, кто-то не лайкает посты, потому что только читает, потому что, ну, вдруг кто-то что-то скажет, что на врача подписан, психотерапевт, что ты псих ненормальный, то есть такая стигматизация, понятно, что здесь будет базово социальная тревожность, а что люди скажут, окей, ну, как бы со временем в ходе терапии кто-то начинает подписываться, в последующем лайкать, а потом уже даже и комментарии писать, но не каждый готов, я тоже прекрасно понимаю, поделиться, это такая внутренняя информация, это часть, такая личная жизнь, ее не всегда принято выставлять на показ, но вот почему я хотела показать именно пример Ольги, потому что это пример тревожного расстройства и каких-то жизненных обстоятельств, что часто тоже пишут, сколько стоит сессия, столько-то, а сколько мне надо сессий, ну, в целом, ну, есть какие-то, да, как приблизительно, за сколько ты можешь выучить таблицу умножения, ну, в целом, там, за неделю, допустим, если ты никогда не знал, ну, там ничего сложного, каждый день берешь по числу и, в общем-то, там, чуть-чуть и выучил, ну, условно, но мы не живем в теплице, мы не живем в инкубаторе, попадая в терапию, я не забираю вас к себе домой, где я обеспечу вам какие-то супер-классные условия, жизнь, она разная, в жизни разные события бывают, разные хитросплетения, и предположить, мало того, что как вы будете воспринимать информацию, как вы будете прорабатывать, с каким усердием, да, с какой вовлеченностью делать то или иное, я не могу, а какие еще будут жизненные обстоятельства в этот момент, которые тоже несут на себе какую-то мощную нагрузку, которые меняют какие-то, скажем так, ну, мировосприятия, да, в этот момент, то есть какие-то факторы, это тоже предугадать невозможно. И вот пример Ольги, я надеюсь, она поделится, уровень того, насколько она готова будет поделиться, зависит от нее, вот, показывает, что, в общем-то, победить можно разные состояния, главное, двигаться в нужном направлении, опираться на грамотных специалистов, и очень хотеть, и работать, если человек сам делает много и в опытных руках, то результат определенно будет. Рада вас видеть, да, взаимно, тоже рада вас всех видеть. Ребята, давайте буквально пару минут, если есть какие-то вопросы, вот, Оля пишет, готова, тогда мы с ней отдельно, за кадром уже спишемся, и договоримся, в какой день мы проведем прямой эфир, думаю, это будет очень полезно для многих, показательный такой, потому что такой интересный случай клиентский, необычный. Если нет вопросов, до новых встреч. Нет, я социально не боюсь, только шею клинит, когда нервничаю, когда не, ну, социально не боюсь, отчего что-то шею клинит, шейно-воротниковая зона, это тревога, ну, так вы себя описываете, из этого не следует, что вы не тревожитесь, может быть, вы просто весь фокус внимания на шею переводите, поэтому такое дело, стоит разбираться. Когда будет этот эфир с Олей, следите за анонсами, и мы разберем, да, потому что невроз имеет несколько уровней, он имеет уровень симптома, он имеет уровень личности, да, и личность это, и как я сама себя воспринимаю, и какие-то отношения, взаимодействия и так далее, вот Владимир уже пишет, что ждем эфир, да, будет интересно, я обязательно сделаю анонс, я думаю, что можем даже завтра провести вечером, главное, чтобы Оле тоже получилось, в общем, выберем время, хорошо, ребята, в общем, для тех, кто хочет попасть, я рекомендую не медлить, кстати, я забыла сказать, что сейчас я сделала скидку, для тех, кто, в общем-то, сейчас оплатит интенсив, он будет дешевле, чем обычная цена, ну, может быть, это тоже такой приятный бонус, поэтому, как вариант, я думаю, что не стоит себе отказывать, потому что это ценно и важно, подскажите, как быть, я ухожу с работы, но я материально ответственное лицо, нужно все сдать по описи, наверное, не уверена, что там все на месте и в пяти филиалах, однако, переживая из-за этого, ПА начались, как себя успокоить, ой, ну, вы такой вопрос интересный задали, ну, во-первых, такое-то, прояснить надо, как-нибудь давайте проведем прямой эфир, вы выйдете, если вы готовы, и мы с вами проговорим голосом, ну, тут это даже не на пять минут, поэтому, как быть, просто успокоить, психологические поглаживания не помогут, я же не знаю, насколько, какой у вас трудовой договор, что в него входит, и невротичен ли ваш страх, а может быть, вы чрезмерно гиперответственная, может быть, что вы можете сделать, тут как бы вариантов много, поэтому, как себя успокоить, успокоить себя получится только изменив к этому и отношения, либо и какие-то договоренности на работе, потому что то, что вы написали, что по описи, если вы не видите, в пяти разных местах, к концу дня, взять на себя такую мощную ответственность, не знаю, я же не знаю, насколько материально ответственны, потому что вы там каждый вечер пять миллионов подписываете, и, конечно, тут успокоиться будет очень сложно, если это все на вас, но на вас ли оно или нет, тут стоит прояснить, поэтому следующий прямой эфир с Ольгой, и если вы надумаете, можем провести с вами, и разобрать, посмотреть, кстати, для тех, кто не понимает, как это работает, что такое психотерапия, что кому-то кажется, что, а вы мне будете что-то вскрывать, как будто я патологоанатом, нет, конечно, ничего вскрывать не буду, но это все направлено на то, чтобы помочь клиенту, уж точно его не травмировать, поэтому, если даже какие-то вопросы я задаю, да, травма была нанесена чем-то тупым, предположительно вопросом, вот, даже если какие-то вопросы задают, то я все равно это делаю максимально мягко и поддерживающе, кто у меня в терапии, подтвердят это, что я не такой, знаете, я не рублю от плеча, я всегда понимаю и провожу психотерапию так, как хотела бы, чтобы проводили ее со мной, собственно, в моем интенсиве это будет точно так же, с любовью, с принятием и с поддержкой, но при этом с целью и такими пенделями для того, чтобы выйти из тревоги. Хорошо, ребят, я думаю, что я на многие вопросы, которые были в директе, вам ответила, разъяснила, если непонятно, еще пишите, подписывайтесь и в следующий понедельник стартуем в закрытом пространстве, я думаю, что это будет и интересно, и мега полезно, ну и вообще запомнится, как вот ребятам, участникам моей группы, вы видите их реакцию, в общем-то, мне тоже очень приятно, что мой труд не напрасен. Хорошо, вам берегите себя, хорошего воскресного вечера, отдохнуть, восстановиться и насыщенной, классной недели с завтрашнего дня. Ну, сегодня мы об этом не думаем, сегодня еще выходной. хорошо, пока-пока, всем здоровья, до встречи.